Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на девятой кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Смотрите в выпуске. Все идет по плану. Дополнительный пункт вакцинации от коронавируса откроется на базе женской консультации. На набережной компания «Небезопасная крещенская купель» поменяет место расположения в Биробиджане. Почти 2000 вызовов обслужила скорая медицинская помощь за первые дни Нового года в ЕАО. Большая часть приходится на ОРВИ. Новый год не без промахов. Статистику ДТП и нарушений за праздничные выходные обнародовала Госавтоинспекция региона. Санитарная эпидемиологическая обстановка в области стала менее напряженной. На сегодняшний день коечный фонд коронавирусного госпиталя занят всего на 38%, что говорит о снижении уровня заболеваемости населения. Однако специалисты отмечают, ситуация может измениться. После прошедших праздников мы ожидаем к концу января все-таки подъем заболеваемости. Поэтому можно сказать, что на настоящий момент наиболее благоприятные условия для прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Видим, что был в течение этих новогодних каникулах некоторый спад людей интереса к вакцинации. Но сейчас, уже начиная с понедельника, видим, что люди начинают обращаться в наши пункты вакцинальные. В принципе, по темпу вакцинации мы уже даже за один понедельник, прошедший первый рабочий день, вернулись к тому, что было до Нового года. Валерий Жуков также отметил, что со вторника дополнительный пункт вакцинации будет развернут на базе женской консультации. Всего на территории области пунктов 43. Вакцины достаточно для того, чтобы привить и ревакцинировать всех желающих. Для полного достижения коллективного иммунитета в автономии осталось привить порядка 5000 человек. Ольга Киселева, Богдан Патрин, Новости 21. Крещенские купания в областном центре будут организованы на новом месте. Такой вердикт вынесли спасатели на встрече с руководством Биробиджана. Ремонт дюкера неподалеку от традиционного места расположения купели повлиял на состояние льда, что ставит безопасность граждан под угрозу. Поэтому прорубь решено оборудовать на Невском заливе. Само место для купания будет оборудовано деревянными помостами и будут организованы пункты обогрева. Соответственно, проход для населения будет организован с двух сторон залива. Автомобили можно будет оставить в непосредственной близости от данного места и подойти и совершить обряд. По правилам безопасности и закупаниям проследят сотрудники МЧС. А в мэрии решили обеспечить доступность граждан к месту погружения. Сюда будет проложена дорога для жителей, будет соответствующая ограждение, устройство, проруби. Единственное ограничение – здесь не будет забора воды. Использовать для питья воду залива нельзя. Запастись ею горожанам можно будет в Благовещенском кафедральном соборе и храме святителя Николая Чудотворца. Напомним, крещение Господне отмечается в России ежегодно 19 января. Алена Шот, Павел Славин, Новости 21. Примерно на 20 вызовов в день увеличилась нагрузка на скорую медицинскую помощь в период прошедших новогодних праздников в ЕО. Всего за первые 10 дней Нового года принято и обслужено 1839 обращений. Чуть менее половины вызовов поступали из муниципалитетов автономии – 846. Больше всего в Смедовическом и Облучинском районах. Очень много было детских вызовов. Порядка 300. Вызывают часто с повышениями температуры, с вирусными инфекциями, с пневмониями. Если взять УРВИ, то четвертая часть всех вызовов – это люди вызывали с повышением температуры в связи с УРВИ и пневмониями. Между тем медики зафиксировали снижение обращений, связанных с коронавирусом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно сократилось количество вызовов из-за дорожно-транспортных происшествий. Не зафиксировано ни одного случая травматизма, связанного с пиротехникой. При этом сотрудники медслужбы отмечают, что хоть праздничные дни и прошли относительно спокойно, нельзя забывать о правилах личной безопасности и подвергать угрозе себя и окружающих. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21. 40 дорожно-транспортных происшествий произошло на дорогах автономии в период с 30 декабря по 9 января. По данным областной госавтоинспекции, в трех авариях пострадало 5 человек, в том числе один ребенок. 4 человека погибли. Что касается нарушений правил дорожного движения, то стражи порядка на новогодних праздниках выявили 487 случаев. Из них задержаны 20 нетрезвых водителей. Один водитель по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Шесть водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Возглавили рейтинг нарушителей непристегнутые автолюбители. За вождение без ремней безопасности к ответственности привлечены 49 человек. С нечитаемыми номерами в поле зрения ГАИ попали 44 автомобиля. 31 водитель отстранен от управления транспортом за езду без прав. В остальных случаях на граждан составлялись протоколы за перевозку детей без специальных кресел, выезд на встречную полосу, передвижение с чересчур затонированными стеклами и непредоставление преимущества пешеходам. Последние, кстати, сами стали виновниками 31 нарушения. Алена Шот, Денис Листюхин, Новости, 21. В ресторане Купидон скидка 10% на любое ваше торжество. А пойдем, девчонки, в Купидон, а? Пойдем! Девчонки, заходим! Новый год уже наступил, а подарки в азбуке мебели остались. Заходите на сайт ng2022.rf, зарегистрируйтесь и получайте свой гарантированный подарок уже сейчас. Скидки и подарки уже ждут вас в магазинах «Азбука мебели». Широкие, узкие, светлые и темные, стильные обои в Наполеоне. Делайте ремонт? Хотите обновить интерьер? Это к нам. Наполеон. Обои. Пионерская, 92. Организации ООО «Домстрой» требуется. Экономист, заработная плата 60 тысяч рублей. Водитель самосвала, водитель мусоровоза, тракторист, сварщик, механик по выпуску. Обращаться по адресу физкультурная, дом 26, с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30. Телефон 8-924-645-11-80, 42-622-2-19-13. Новый строительный магазин «Набумагина». Все для ремонта в одном месте. Инструмент, строительные смеси, болты, гайки, краски, кисти, сантехника. Магазин «Строитель». Биробиджан, улица 40 лет Победы, 4, корпус 1. В медицинском центре «Андромеда» ведет прием взрослых и детей врач-невролог Мошняк Татьяна Валерьевна. Телефон 70190, улица Бершосе, 2-й километр, 17-б. Какая же радость! Это ваша ДВ-реальная рыбка. ДВ-реал. Любимое блюдо к новогоднему столу. ООО «Аксилиум» оказывает услуги в области бухгалтерского аутсорсинга. Мы предлагаем постановку ведения восстановления бухгалтерского и налогового учета, подготовка и предоставление отчетности в контролирующие органы, подготовка ответов на требования налоговых органов, цифровые решения для бизнеса. Телефон 8-964-476-3606. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова